Друзья, всем доброе утро, добрый день. Не знаю, сколько времени. Добрый день. Октябрь, 10 число. Октябрь, да, 10 число. Кошмар, 10-10, кстати, сегодня. У нас срочно желание загадать. Загадала? Да-да-да. А утром было 10, 10, 10, 10. Все, все желание загадала. Мы, простите, мы пропали. Потому что начался учебный год. С клубом дел навалом. А что, да нет. Макетов куча. Склад поменяли. Расширились, распродажи какие-то. В общем, у нас совсем руки не доходили до канала. Извините, пожалуйста. Но все ваши сообщения видим. Постоянно нас спрашивают, куда мы едем. В комментариях люди ужасаются. Говорят, куда вы едете все время. В данный момент мы едем забирать в тайское посольство эти паспорта. За гранпаспорта едем забирать с визой. Неизвестно, есть там виза или нет. Будет сюрпризом. И, в общем, вот таких вот моментов, куда бы мы на дальняк ездили, что-то вот за это время и не было. Мы все что-то... Офис дома, офис дома. А вот сейчас, час, час есть. Вот будем сейчас разговаривать. Мы остановились на 23 августе. Ужас, а сегодня 10 октября. Стыд и позор. Стыд и позор. И тебе. И тебе тоже. А мне нет. Так, 23 августа нам писала... Мне скажут, там просто есть еще видео, там последнее видео, не помню, кажется, 13 августа. А вот это до 23-го видео есть уже ответы. Просто они у меня на диске, я еще их не обработал. Очень нужна интересная информация. Нам спасибо. Извините, просто сейчас ты скажешь, 23 августа последнее видео загружено. У нас 13-е. Скажут, о, а где еще 10 дней? Ну так они же выйдут, а потом только выйдет вот это. Программа дала сбой. Сейчас пешком пойдешь. Ой. 24 августа вопрос от Софии. Здравствуйте, Юлия и Евгения. Здравствуйте, София. Спасибо за вашу рубрику. Много полезной информации для нашей семьи и нашла. Но есть вопросы, ответов на которые не увидела. Прошу, помогите, советуем, как быть. У меня по годке старший 3, младший вот скоро будет год и 10. Обе по шкале Абгард 9-10. Развитие опережало немного все нормы, кроме речи. Старшая начала активно набирать слова в 2,5 года. Сейчас речевой фонтан просто. Сейчас речевой фонтан просто. Надо зашкаливать. У младшей... Сейчас просто речевой фонтан. Просто. Да, наверное. У младшей сейчас понемногу тоже в речи. Про движки есть. Вопрос первый. Про младшую. К слову, она всегда была вливая, упертая. С месяцев 9 требовала желаемого. Криком любила руки. Хоть и ходит с 9,5 месяцев. Но всегда я могла ее отвлечь, переключить. Или же я говорила нет и точка. На поводу не шла. В семье у нас нет разногласий. Воспитание запреты ото всех едины. Но с года и 7 она стала к крикам добавлять ритуал обиения головой о пол. Это именно ритуал. Она достаточно аккуратно присаживается и бац. Потом плачет. Не всегда со слезами даже. И бежит обниматься и целоваться. Синика ни разу не было. Если ее целовать и отвлечь, часто моментально успокаиваются. Вижу, что это не в порыве истерики. Себя калечит. И что ей не очень больно. Но не знаю, что делать. Пробовать объяснять. Запрещать. Отворачиваться. Надеюсь, что если это театральная постановка, то без зрителя она не состоится. Но ничего практически не помогает. Надеялась, что если это театральная постановка, то без зрителя она не повторится. Но надеялись. Ну, делали же. Вот она начала тюкаться. Ушли. Что происходит-то в этот момент? Но ничего практически не помогает. Физического насилия в семье нет и не было. Руганье тоже. Скорее наоборот. Я одна с детьми почти всегда. И так как по годке обеих всех все время зацеловывала. И упала во внимание постоянно. Так. Ну, опять возвращаемся к этому манипуляциям. При помощи причинения себе вреда. Себе вреда. Это то же самое. Нет, давайте издалека. Вот сейчас как мы то же самое обсуждали. О пол билось. Чтобы что-то доказать или внимание получить. Когда ребенок делает какие-то пакости на зло прям вот именно. Или вот так вот себе вред наносит. Или вот прям выговорить нельзя. Она это творит. Это только от того, что родителей в жизни ребенка, назидания со стороны ребенка очень много. С детьми до двух лет пока воли нет. С ним нужно, как я уже говорила, крайне аккуратно. Вот. До двух лет пока воля еще где-то там она в зародышевом состоянии. С этими детьми нельзя в лоб и по лбу, как я уже говорила. Нельзя сказать. Пойди собери игрушки. Нет, нельзя это делать. Не лази сюда. Не трогай вот это. Ну, как так не трогай. Они же мир познают. Как раз это. Особенно то, что нельзя и как раз хочется. Мне кажется, даже взрослым скажи, что нельзя. А как нельзя? А что там такое? И сразу же, да, полезли. Ну, любопытство-то оно же играет свою роль. Вот. И толкает людей на подвиги. Вот. Поэтому с детьми до двух лет, а может быть, даже до двух с половиной лет, лучше не использовать слово, как я говорю. Что я говорила? Вот забыла. Так, значит, пока нет воли. Да? И слово не с частичкой, все, что с частичкой не, нельзя, не трогай, не подходи, не бери. Не кусайся, не смотри и так далее. И нет. Лучше, мне кажется, как-то эти вот слова сгладить, убрать, а сказать другое. Ну, допустим, чего там? Нельзя. Ну, допустим, прыгать на кровати, да? Ух ты, как ты высоко прыгаешь. А давай будем не здесь прыгать. Вот, допустим, на эту кровать нельзя. А можно там, допустим, на диване или там на какой-то подушке. А вот здесь будем прыгать. Пап, смотри, как классно мы прыгаем. Выше всех, лучше всех. Ну, выше всех. Я же говорила, да? Вот, зациклите положительной оценкой ребенка. То место, которое нужно вам. Да, где нужно это делать. Вот, то есть, вот поймите одну истину. Со взрослым ребенком, с животным ли это, с ребенком. Я говорила, с ребенком. Со взрослым ребенком? Со взрослым ли это, с ребенком, с животным. Всем нужны эмоции от вас, обратную связь. Вот какие-то вот живые, живая какая-то энергия. Как только вы начнете вот эту энергию выливать туда, где... Не прыгай, не скачи, не трогай, не бери. Вот туда будет ребенок идти. Потому что здесь идет реакция, здесь интересно, здесь внимание, здесь обратная связь идет. И не будет делать так, как вам нужно. Вам нужно вот это вот все, вот эту всю энергию, эмоции, вот отсюда убрать здесь, сделать вид, что вообще здесь вот не видите, где вам не угодно, да, где нельзя. Лучше этого вообще сделать вид, что вы не видите. А все эмоции, все восклицания, все восторгания желательно, конечно, положительные, направить туда, куда, где можно это. Например, вот как вот с диваном. О, как ты классно здесь прыгаешь, а давай лучше здесь. И вот здесь вот восторгаться. Как у тебя здорово получается, посмотри, а давай вместе попрыгаем. А кто выше, соревнования устроим. И у ребенка в притинге, в притинговой памяти, которая пишет автоматически все на всю жизнь. Бывает, что импритинг запишет на всю жизнь. Прям пропишет черным по белому. Запишутся вот эти эмоции. Они вот те. Если вы начнете здесь выкатив глаза, округлив эти ресницы, брови задрав, начнете орать здесь, то в притинг запишется вот это. И импритинг будет заставлять ребенка, вот субъект, ходить сюда, потому что здесь взрыв какой-то был эмоций. Здесь не заметили, по возможности. А вот сюда все это выпроснули и зациклили вот на этом. Как есть метод зеленой ручки. Этот метод хорош учителям, если нас слушают учителя. Если вы забыли об этом методе, а я думаю, что каждый учитель помнит это, не красной меткой мы ставим неправильные пометки, а зеленой меткой ставим где правильно. И ребенок зацикливается. Что вот эта буковка, учитель говорит, вот эта буква у тебя прекрасная получилась. И зеленой ручкой подчеркивает, не вот это неправильное, вот так вот зачеркнул, два поставил, а вот это замечательно, вот это потрясающе, вот это очень ровное получилось. И подчеркивает, и у ребенка в сознании остается, что вот сюда, вот на это нужно ориентироваться, и вот так нужно делать, а не вот так. Да, где красный, ты дышь, ты дышь, и он автоматически будет возвращаться вот сюда и делать вот это вот еще раз, еще раз эти вот ляпы. Метод зеленой ручки. Очень хорошая для старших дошкольников и младших школьников. Это учителя на заметку. Так, что мы говорили? Это все к чему? А, это вот чтобы предугадать ваше биение лбом об пол, чтобы вами манипулировали. То есть что мы первое делаем? Первое, мы стараемся детям, пока у них нет воли, понимание, что такое хорошо, что такое нельзя, ой, что такое хорошо, что такое нельзя, что такое хорошо, что такое плохо, вот аккуратнее делать замечания, делать это с достоинством, с уважением к этому субъекту обязательно, не так, я тебе что говорила, и понеслось. Да и почему такая хулиганка? Почему такая вредная, не слушаешься? Вот все, что вы скажете, вредная, не слушаешься, хулиганка опять же импритинг запишет, и поведение субъекта начнет выполнять поведение, строя вот под эти слова. Понятно говорю, да? Понятно? Будете говорить умничка, послушная, аккуратная, внимательная, такая добрая, любящая, все, психика начинает подстраиваться вот под эти вот маркеры, да, под эти вот бирки, и выстраивает поведение вот под это. Вот какая тонкая душа у нас, вот этот вот инструмент. Вот что скажет, то как бы и получишь. Поэтому с этими словами будьте аккуратнее, не делай, не прыгай, что я тебе сказала, не подходи, а ты же такая противная, сколько можно мне доводить. Это вообще вот желательно скоренить, потому что это будет как снежный ком, вот этого всего, что вы произнесли, нарастать. Вот. Это первое. Значит, аккуратнее словами. Помните, что ребенок, хоть он и маленький, он личность, и эту личность нужно уважать. Второе. Когда вы раздаете инструкции, указания какие-то в течение режимных моментов своих, вы должны это сделать уважительно, не так, что встала и пошла, ботинки убрала, или быстро есть, давай, долго еще у тебя ждать. А ты сегодня, как я говорила, ты сегодня что наденешь, это или это? Ты сегодня что будешь есть, это или это? То есть, когда вы даете выбор, в тех моментах, когда это допустимо, выбор кладете, перекладываете на ребенка, ребенок чувствует себя значимым, он знает, что его уважают, слышат, и, кстати, кризис трех лет, как я это уже говорила, пройдет намного легче, поэтому ребенку не нужно биться и вырываться из-под крыла родителей, доказывать, что я личность, он уже чувствует, что он личность, его спрашивают, его уважают, но когда это нужно, что все, мы ложимся спать, мы идем есть, тут понятно, выбора никакого нет, вот когда нужно, тогда упирайтесь, когда не нужно, лучше свободу действий. Вот, это второе, значит, первое еще раз, аккуратно делаем замечания, все это в игровой форме, пока нет воли, в лоб полбу не бьем и не создаем конфликтной ситуации, где, вы знаете, сейчас она встанет на дыбы и начнет биться головой об пол, то есть сглаживаем эти углы и не доводим ребенка до состояния, когда хочется или кого-то треснуть, или вот в манипуляторство скатиться. Второе, это уважаем и даем свободу выбора, предоставляем где-то, возможно, третье, что-то хотел третье сказать. Третье, опять же, многие, может быть, не услышали или не так громко я сказала, или, может быть, прослушали. Третье, очень сильный, как сказать, сильный прием в воспитании, это когда вы плохое не замечаете, а замечаете даже микроскопическое хорошее, говорила я об этом уже, запишите прям где-нибудь. Когда он сделал что-то плохое, ну, 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 закройте глаза, сами уберите эти ботинки и все. Но когда человек даже вот тарелку на место отнес, прыгайте до потолка, ради, опять же, этих эмоций он вам и две тарелки отнесет, и пять вымоет, и пол подметет, и цветы польет, в общем, он будет стараться ради вот вашей похвалы. Скажете, что это плохо, что он будет только шевелиться, когда я похвалю, ну, к сожалению, да, у нас так вся жизнь. Пока не заплатишь зарплату, человек не зашевелится. Да, пообещаешь какую-то там заоблачную премию, человек будет стараться. К сожалению, да, человек без вот каких-то вот допингов, похвал, по голове, молодец, там, ну, вот, ну, не двигается человек. Человек только начнет двигаться, когда его собственный бизнес, когда это ему нужно. А когда нужно кому-то другому, приходится вот это вот все как-то подмазывать, как говорится, да? Ну, все сказала. Первое, сглаживаем углы, не доводим до истерик. Второе, уважаем личность. И тогда, вот, когда вы все эти три пункта сделаете, третье, это хвалите даже за миллиметр, а за плохой старайтесь как можно меньше, вот, тюкать, что я тебе сказала, сколько можно говорить, вот это вот как можно меньше воспитания, потому что это все занижает самооценку, все это умонитает личность, и ничего хорошего из личности потом в будущем не получится. Это будет такая забитая, скромная какая-то, или наоборот, агрессивная, злая, как ежонок все время такой вот в социуме, защищающаясь. Его еще не тронули, а он уже иголки выпустил. Нам это не нужно. Нам нужно достойное, сильная, уверенная в себе личность. Она будет вот из этих трех пунктов. Вот, эти три пункта, предтеча к вашему манипуляторству. То есть, если вы будете их выполнять, ребенку и не нужно будет падать на пол, биться, плакать, валяться, добиваться. Его и так уважают, его любят, и ценят. Его не нужно добиваться. Ну, не отменять, конечно, правил, но вы пишите, что вы не отменяете, у вас тут все в унисон. И последнее, значит, все-таки, если вдруг это произошло, ребенок упал на пол и требует, помним, что это спектакль для вас. Ну, если это не до увечья, если это не серьезно, если это не проблема какая-то там психиатрическая, когда это действительно с целью привлечь к себе внимание. Значит, развернулись и ушли. Никаких лекций в этот момент читать не нужно. Ничего объяснять. Как я уже говорила, объясняем мы только один раз долго и внушительно, второй раз кратко, на третий раз мы уже применяем меры. Никакого четвертого, пятого, шестого вообще быть не должно. Потому что ребенок привыкает к тому, что мать фонит, а ничего не происходит. Первый раз объяснили, почему это делать нельзя. Второй раз, понятное дело, что это сделано уже нарочно, или, может быть, там будем 50% допускать, что он забыл. Еще раз напоминаю, но уже более строго, скажем, еще раз сделаешь, будет вот это. И когда вот это наступает, он проверяет, сделаете вот это вот или не сделаете. У вас всю жизнь будет проверять. Тогда вы ничего не объясняете, просто говорите, помнишь, мы с тобой разговаривали, хлопусь и все. Наказан, не пошел гулять, не пошел в зоопарк, лишил мороженого, не важно, что вы там пообещали, на третий раз, не на 50-й, а только на третий раз. Уже, точнее, на третий раз вы должны вот это вот сделать. Вот, значит, к чему опять меня это все понесло? Да, если бьется головой, вы развернулись и ушли. В этот момент не нужно ничего говорить, потому что уже, я так думаю, что это все было уже обговорено, да, сказано и бесполезно говорить это. Вот. Человек должен понять, что ваше внимание вот таким образом он не добьется. Мы в этом... На высказке. На высказке. Ваше внимание вот этим поведением он не добьется. Вы ушли на кухню, ничего вообще не говоря. Встал, пришел к вам, опять упал на пол, начал биться. Развернулись, опять ушли. Да хоть час ходите, хоть три ходите по квартире, по квартире, но вода камень точит. Вы вода, он камень. Вы должны его доточить и ему должны своим поведением показать, что внимание вот таким образом от вас он не добьется. Можно просто сказать, когда ты успокоишься, когда ты спокойно ко мне подойдешь, тогда я готова в общем с тобой общаться. Вот сейчас вот в таком состоянии я не готова. И опять же, это нужно говорить сочувствием. Нельзя сказать, опять же, сколько можно, я тебе говорила, а ты опять. Никаких лекций совершенно. Мы не разрушаем личность, помним. Мы это делаем всегда с сочувствием. Я понимаю, ты расстроен, но так-то, так-то, потому-то, потому-то. Но это все желательно после истерик. Вот, все эти разговоры после истерик. Все. Но вообще, честно говоря, не нужно будет уходить от ребенка, потому что у вас они будут падать не на пол по той причине, потому что вы ему уже дали внимание. Вы сгладили углы, вы не довели его до такого вот состояния. Опять же, вредина лайф, Елена сказала, что, я ей обещала, что это за неделю пройдет, она сказала, что это уже на следующий день этого не было. Уже ребенок не бил себя по голове и не падал на пол. Говорят, мы вот эти три пункта соблюли и уже в следующий раз у нас ребенок уже никуда не падал. И все. А то вот ребенок лезет на подоконник в окно, мать орет, слезь, не подходи к окну, куда ты полезла, что ты делаешь. Нет, просто, говорю, подходите, смотрите вместе с ребенком в окне, что-то такое, превращаете в самолет и улетаете. И зацикливаете не на окне, а вот полетели-полетели, как классно летать и вот так далее. И вообще, да, вот, кстати, я не сказала еще, вот к этому третьему пункту еще четвертый есть. Если вы видите, что ваш ребенок куда-то до двух с половиной лет вот до этой воли упорно лезет, шкаф ли это, кто-то говорил, лекарства, ну что он лезет в лекарстве, я говорю, нельзя на туалет, ну что вы как маленький, ну уберите вы эти лекарства. Значит, все, что ребенку нельзя. Оставьте оскорбинки. Да. Ему же тоже нужно понимать, что такое лекарство. Да. Окислятельную эту. Ну, оскорбинку тоже, конечно, нельзя. Значит, все, что вы видите, что вас не слышат, ребенок у закусила уделая, все равно прет в этот шкаф, в этот ящик, рассыпает эти крупы, берет эти лекарства. Ну, господи, ну берите вы это вот туда высоко, как сейчас Татьяна тоже говорила, а вот она берет жвачки. А я ее ругаю, и читаю лекции. Я говорю, а я не понимаю, почему жвачки в доступе. Нет, она там на седьмой полке. Она все равно залезла, туда достала. Говорит, ну и сятое положите. Так вообще в дом не приносить эти жвачки. В чем? У наркомана наркотики в доме. Вы виноваты, получается, да, это как вор. Когда вор украл, не вор плохой, мы плохие, что сумку с кошеликом оставили без надзора. И ребенок не виноват, когда он лезет на седьмую полку за жвачками. Не он плохой, не лезет с ним, что вы плохие, что жвачки оставили в доступе у ребенка. Значит, все, что у вас камень предкотомения для руганий, вот, вот лежит какой-то в квартире, уберите. Шкаф открывает, замок амбарный повесьте, в розетку палки сует, пианины подвиньте туда. В розетку поменять, она безопасная, пусть сует. В кнопки какие-то нажимает, уберите эти кнопки. Вот он включает телевизор, я ему говорю, нельзя включать телевизор, пульт уберите. Он все равно находит, батарейки вытащите из пульта, пусть жмет, а вы около него сочет. Да, я понимаю, пульт сломался, ой, что мы будем делать? Это же классно. Да, пусть нажимает, но будьте хитрее, будьте умнее. В общем, убираем то, что вызывает вот истерику, хочу, а мать вредная такая, дрянь не дает. Уберите это. И рядом посочуете. Пшена больше нет. Как так? А где пшена? Давай искать. Да, в этом ящике нет, и в этом ящике нет. Все. Не вы такая плохая убрали это пшено. И не надо лекции говорить, что вот ты сюда лазил, я пшено убрала, она туда наверх. Ну это дурь. Правильно? Нужно рядом постоять и посочувствовать. Ой, пшено пропало. Ой-ой-ой. Да. А что же мы с тобой будем делать? Ну давай вот крышки на кастрюле класть, если на кухне постоянно у мамочек вопрос лазит, ящики открывает на кухне. Вот. Я думаю, что я ответила на этот вопрос. Мне звонят. Спасибо.